А если вы смотрите канал Парадин, это мы первое видео по RPG-мейкеру и это советы новичкам, потому что старички, они уже забыли, с чем у них были проблемы в начале освоения RPG-мейкера, а другие новички, в общем-то, они для новичков гораздо лучше сделать подобное видео. Итак, первое. Пройдите обучение. Вот здесь вот оно у нас находится в справке. Во-первых, вы саму справку посмотрите, во-вторых, посмотрите уроки. Эти советы подходят для многих RPG-мейкеров, для МЗ-то уж точно, и в общем-то, потому что эти два редактора, они так сильно отличаются. Значит, вот тут как бы у вас может быть неполный перевод, все из-за того, какая версия и так далее, в общем-то. И в таком случае, в принципе, я могу для вас перевести с английского и как бы пройти это обучение вместе с вами, но для этого вы должны попросить это под видео. Но, даже если так, то есть то, что оно на английском, это не значит, что его не нужно проходить и так далее. Подучите заодно английский, он вам пригодится, поверьте. Второй совет, это гуглить перед тем, как задать какой-либо вопрос, где-либо вообще в интернете. То есть гуглить это полезно, гуглить это хорошо, можно нагуглить и всякие ресурсы для своих, собственно, карты, и всякие ответы на интересующие вопросы. Хотя часто это, конечно, сложно, но новичку, вообще, блин, люди по всем параметрам не гуглят. То есть в любой игре, на любом движке и так далее, чем отличается умный человек от глупого. Умный как бы гуглит, а глупый задает вопрос на пример комментариях под видео или где-либо еще. Впрочем, это повышает как бы релевантность видео, поэтому я не сильно отражаюсь на это, но, тем не менее, это показывает человека не с очень умной стороны, если он задает вопрос, на который можно найти ответ. Следующий совет, играйте в другие игры, созданные на RPG-мейкере. Например, их можно искать в стиме, но можно и не только в стиме искать, а, например, с Ирафик Боу сейчас прохожу, а эта игра ее в стиме, скорее всего, нету, но она типа бесплатная. Ну, я не искал на самом-то деле. Но в чем прикол, что вы вот ищите по запросу RPG-мейкер и как бы, например, на высший рейтинг или популярный, или как угодно. Вот Туза Мун, на RPG-мейкере стоит поиграть. А Море, совершенно другая игра, тоже на RPG-мейкере стоит поиграть. В пиратку или в официалку, это уже вопрос. Но советую, конечно же, инди поддерживать гораздо активнее, чем триплей всякие проекты, потому что инди нужна ваша помощь, этот человек, он как бы, он с голоду может умереть, если его не будут поддерживать другие такие же люди, в отличие от тех разработчиков, ну, студии разработки вроде Blizzard. Значит, весь хаос, там, масс фазер, вот смотрите, сколько их тут. И все они разные, и во всех них есть свои фичи, но все сделаны на разных версиях 3D-мейкера. Тут даже есть бесплатные версии, то есть бесплатные игры, которые при этом высокий рейтинг имеют. Это тоже очень круто. И вот, как вы видите, тут можно просмотреть, просто прямо у меня, если вам лень в Steam идти искать, то вот здесь вот просмотрите и прогуглите, поиграйте. Это зачем это нужно? Ну, понятно, зачем, для того, чтобы вы понимаете, на что способен RPG-мейкер, какие фичи, возможно, из этих игр вы хотите в свою игру добавить, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, это действительно очень-очень будет вам полезно. Следующий совет при работе с RPG-мейкером, это не сохранять названия файлов каких-либо, которые вы пихаете в свой RPG-мейкер на кириллице. То есть, если вы что-нибудь сохраняете, то сохраняйте на латинице. Объясняю, почему. Вот, например, здесь сохранить настройки. Ну, кстати, настройки JSON-файлы можете, в принципе, в перелесе сохранять. Вот, главное, вот какие-то вот такие вот файлы, вроде лиц, сохраняйте именно на латинице, на английском языке, как-то их пишите, и так далее. Почему? Потому что перевод. Если ваша игра станет популярной, а вы втайне, по крайней мере, надеетесь на это, то вы захотите, чтобы ее перевели на другие языки. А у любого переводчика, у него, как бы, хоть он может быть и знает русский язык, и хочет перевести, например, на английский язык, или на японский, или еще на какой-то. У него на компе вряд ли установлена раскладка русскоязычная, шрифты русскоязычные, которые позволят, как бы, прочитать все эти значки. И у него будет там всякая бра-кадабра, он не поймет, как переводить вашу игру. Он не поймет, в каком файле, что нужно редактировать, и так далее. Поэтому, собственно, все лучше на английском делать. И, в общем-то, это такой вот совет. Да. Следующий совет. Сохраняйте свои резервные копии своих проектов. Ну, то есть, вот вы делаете какую-то перемейтерскую игру, долго ее делаете, и так далее, и вдруг у вас сломался, например, винчестер. Или там, не знаю, что-нибудь произошло, вы случайно удалили этот проект. Такое редко, но случается. И что вы тогда будете делать? Все снова делать. Причем проект, это именно проект, а не саму игру. То есть, если вы загрузите в интернет саму игру именно, то в таком случае, вы ее скачав, вам будет все равно трудно достать оттуда все наработки, которые вы использовали и так далее. Там есть шифрование, там есть всякие проблемы с этим. Поэтому вам нужно именно проект или на флешку, или в облако, или туда-туда одновременно. Поверьте, это очень важно, потому что если вдруг вы практически закончили игру, никуда ее не выложили, потом у вас накрылся винт, и вы не смогли достать эту игру, или же у вас, типа, вы просто удалили и не смогли. Ну, в любом случае, это будет геморрой, восстанавливать файл, а может быть, вы не сможете его восстановить. Поэтому, чтобы такого не было, периодически обновлять резервные копии, это будет очень-очень полезно. Следующий совет. Используйте тестовые карты. Да, тестовые карты, смотрим новое, вот допустим, ну там, не знаю, 50 на 50, допустим. И, допустим, вот так вот. Вот. Там можете разместить персонажа, чего-то такое сделать. И сюда вы можете размещать всякие скрипты, там устраивать постановки всякие, что угодно с этой картой можете делать, тестировать и так далее, чтобы не делать это на рабочей карте. Потому что вы сначала, для того, чтобы протестировать какую-то функцию на рабочей какой-то карте, которая будет в итоге локации в игре, вы там будете все менять по нескольку раз, у вас будет сбиваться, собственно, интерьер в этой карте, ландшафт, придется там все переделывать, потом восстанавливать. А это не круто. Поэтому просто переносите игрока в нужную зону с нужными скриптами и проверяйте ее таким образом. Очень полезно. Это, кстати, я использовал еще, когда занимался редактором Warcraft, Word Editor, короче, Warcraft Card. И здесь то же самое. Следующий совет. Не спешите с кастомными ресурсами. Где тут все это, кстати, рисование, но это не то рисование. По-моему, здесь управление ресурсами, да. То есть не спешите импортировать, экспортировать. Почему? Потому что, во-первых, прежде чем что-то там нарисовать, нужно все продумать. Именно вот продумать, скажем так, как будет все это выглядеть и так далее. Лучше нарисовать, опять же, стандартные ресурсы, они не такие уж и плохие. То есть пайл тут не такие уж и плохие, тут все понятно и так далее. И вы сначала нарисуйте, сделайте день по лейдам, сделайте какую-то демку. А лишь потом уже рисуйте свои ресурсы, переодевайте, так скажем, игру в ту оболочку, в которую вы хотите ее видеть. Дело в том, что главное в игре на RPG-мейкере, это не самый мощный движок, тут как бы не самые мощные требования к компьютеру, там не самое мощное разрешение. Поэтому здесь никогда не делают игры, в которых ультимативно это графон какой-то и так далее. Даже геймплей тут не главное. Главное, это сюжет и лор, история, которую вы хотите рассказать. Или же живой мир какой-то, ну, относительно живой, опять же, с аниме-персонажами, интересный и так далее. То есть основное, это главное быть писателем, потом важно быть геймдизайнером. То есть если у вас в игре есть какой-то геймплей, то есть у вас есть какая-то боевка, или же есть какой-то взаимодействие с миром, если это пазл, или какие-то там валюты, очки и так далее. Важно все это сделать, чтобы оно работало, не ключево, игра была проходимой, и при этом достаточно сложно, чтобы быть интересной. То есть баланс нужно сделать, и вот это все. А графика, музыка, это в последнюю очередь, потому что у нас по умолчанию есть нечто среднее. То есть есть уже такой уровень, скажем так, рисовки и всего подобного, который доступен не каждому игроку. То есть не каждый может нарисовать лучше, чем вот это. И следовательно, если у вас, вы не можете нарисовать ничего лучше, чем вот это, и при этом, если в вашей игре не обязательно, то есть в ней нет острой необходимости для того, чтобы все перерисовывать, то зачем это делать? По крайней мере, пока ваша игра в какой-нибудь билете, пока она еще, вы не собираетесь за нее деньги брать, например. То есть не спешите с этим. Следующий совет. Наводить на надписи для того, чтобы получить пояснения какие-то. Так, ну, надписи какие? И какие пояснения? Я, в частности, видел это, что-то оно сейчас перестает работать. Вот, например, вот сюда давайте наведем, может быть, что-то тут выскочит. Начальная типировка. Что-то не выскакивает, так. Ну, у меня выскакивало. Сейчас я попробую с этим разобраться. Значит, стойте-к. Новое событие. Вот здесь точно выскакивало, если... Вот, например. То есть приоритет, например. Отобразить положение графики события. Там вот сюда навели, подождали, и оно отобразилось. На самом деле, тут нужно тестировать, ну, вы попробуйте на любую фигню навести, которую вы выбираете там где-то и так далее. И, в общем-то, подождать, и тут будет более, так скажем, развернутое описание функции. Это, как это ни странно, ни очевидно, то есть немногие все спешат и не задерживаются на каких-то подобных кнопках. Причем, вот, заметили, нужно именно на такую крикабельную, вот, анимация шага. И я встречал даже ролики, в которых чувак рассказывает о том, что вот, анимация шага, это птичка, который, если ты нажмешь, что будет проигрываться или не проигрываться, анимация, например. Или описание вот этих вот менюшек, хотя достаточно, то есть это человеку, наверное, невнимательный, то есть достаточно было просто навести и посмотреть. И, как я сказал, совет заключается в том, чтобы это делать. Следующий совет – это заготовить карты. Ну, в принципе, использовать шаблоны всякие. Да, использовать шаблон, вот, готовая, и вот, как увидите, сколько здесь карт. Зачем это может быть нужно? Дело в том, что это же советы новичка. Это не значит, что вы должны эту карту использовать своей RPG, то есть, как она есть и так далее. Нет, просто когда вы новичок, вы не знаете, за что вам взяться, чем вы вообще заняться. Вы можете чему-то научиться из этих карт. Например, вот здесь вот есть триггеры, ну, вот эти вот события, которые проигрывают анимацию водопада. Вот в этой карте можно вот это научиться. Вы можете научиться каким-то примером лендинга, то есть, чтобы деревья как размещать, как дома строить, чтобы как вот это вот изометрию, как с ней работать. Как планировать карту, откуда в нее должен быть вход, а где выход. Что вот можно, например, делать карты, которые будут необычными, то есть, например, летающий остров. Вот миры, например, тоже может быть, летающий мир, то есть, мир испарящих островов, как в Майнкрафте в каком-то. То есть как, собственно, карту рисовать, какие горы применять, как реки рисовать, кстати, это мне тоже нужно узнать. Потому что здесь реки вообще как-то таковых нет в редакторе, это странно. То есть приходится как бы озером рисовать. Вот как, например, сделать вот эту вот черную фигню, где тут она? Вот, вот эти вот штуки, как лес там нарисовать. Тут есть много разных примеров, также вы можете просто сначала взять готовую карту, а потом ее со временем переделать совершенно другую. Вот этот лес, например, он очень интересный. Здесь, давайте его загрузим, здесь вы можете научиться настройке, например, карты. И, как вы видите, он зациклен горизонтально. И вот видите, кстати, сказка выводится. И то есть когда ты сюда заходишь к краю карты, то выходишь с этого края. И таким образом в этом лесу можно заблудиться, потому что ты будешь бесконечно, оказывать, в одну сторону бежать, но будешь бегать по кругу. Да, то есть тоже такой прием, который мне очень понравился. И не в каждой игре он легко реализуем. Например, в том же Warcraft, то есть там не настолько легко зациклить карту саму на себя. То есть там приходится телепортацией, пользоваться чем-то подобным. Значит, следующий совет. Shift, чтобы ставить тайлы поверх, то есть не соединяя одни тайлы с другими. Вот, например, мы возьмем такой тайл и поставим его сюда. И вот как он выглядит. А с Shift он вот так почему-то выглядит, кстати. Да, это, кстати, очень интересно. А что если мы на карте мира такую же фигню замутим? Значит, новая. А, кстати, это карта мира как раз таки. Вот, давайте сейчас мы что замутим? Что если мы сделаем вот так? Вот, как вы видите, с Shift он получаются именно вот такие вот острые края. Если же без Shift, то, как вы видите, тут обводка такая получается. И на самом деле не всегда нам нужна обводка. И так можно какие-то узоры делать и так далее. Это волшебная кнопочка Shift. Зажатым Shift мы не соединяем. Без вот этой обводки делаем. Без зажатого Shift, ну, как обычно. Следующий совет. Отображение информации разной внизу на строчках. Например, вот здесь вот координаты отображаются. Вот, 11-12. Это может быть нужно для каких-то трикеров, для каких-то скриптов, которые вы планируете сделать. Это может быть полезно для других целей, чтобы там, например, сделать симметричной вашу карту. Или наоборот, несимметричной. Вот это вот тоже что-то означает, ну, я не знаю, что... А, это размер, да. Ctrl плюс колесико мыши крутим, но это в обучении рассказывается. Вы можете приближать отдалять карту. Зажав среднюю кнопку мыши, вы можете двигать ее вот так вот мышкой быстро. Идиоткая система, конечно, непривычная, но если привыкнуть, то довольно удобная. Значит, тут это вот какая карта открыта, то есть ее название и размеры. Не знаю, кстати, зачем это нужно. Тут, видимо, просто разные названия отмечаются. То есть там вот здесь же тоже название пишется. Но здесь типа 0-01, то есть какую ячейку памяти она там занимает или в реестре. И, собственно, размер тоже отображается. Вот здесь я не знаю, что должно отображаться, но что-то, наверное, когда отображается. И еще важно вот здесь вот. То есть когда мы наводим на палитру, то вот здесь вот внизу слева у нас отображается название ее части. Что-то оно начинает отображать не то, что нам нужно. Вот. Forest там, Tertified, D и так далее. И это можно использовать, собственно, узнать, какие тайлы, например, на карте размещены. Итак, следующий совет. Как копировать какой-нибудь улант. И, в принципе, что-либо копировать вообще в этой игре. Значит, правой кнопкой мыши мы выбираем что-либо. После чего левой кнопкой мыши можем рисовать вот эту вот штуку, которую мы скопировали. Видите, повторяется один и тот же рисунок. Вот раз, потом так, раз, скопировали. Это правой кнопкой мыши зажав и протянув. А левой кнопкой мыши зажав и протянул, мы можем вставить. Это насчет уланта. Насчет же событий сейчас покажу. Какое-то вот событие есть чисто эти. Декоративный, так скажем. И вы можете Ctrl-C и Ctrl-V использовать для того, чтобы копировать события. То есть, например, вам нужно несколько этих событий, которые являются кладами. Из которых какой-то игрок, когда он будет играть вашу карту, вашу игру, он будет доставать всякие сокровища. И вы не должны в каждом, собственно, событии записывать там тригеры всякие. Вы просто Ctrl-C и Ctrl-V, и это может быть довольно полезным. Особенно, если там что-то сложное. Находятся какие-то сложные скрипты с рандомом, с переменами и так далее. Дальше. Следующий совет. Это настройка миров и тайлсеты. Значит, настройка миров. Ну, я вам уже показывал. Есть настройки вот этих вот миров. То есть, здесь можно размеры до 250. Ну, смотря какой редактор у вас, естественно. Какой RPG-мейкер. Прокрутка. Если вы в обе плоскости зацикли, то получится, что у вас будет земля шаром. Ну, то есть, ваша карта, она хобби плоская, но вы незаметно будете идти в одну сторону, бесшовно, скажем так, проходить с другой стороны ее. И это очень интересная фича, которую можно по-разному использовать. Также панорама – это задники тут, которые могут быть там, если у вас дырки в мире, скажем так. Фоны битвы настроить. Столкновения на карте. Через сколько шагов эти столкновения будут происходить. Название тоже может быть важно. Какому типу мир принадлежит, видите, то есть, может от этого зависеть тайлсеты, которые на нем будут присутствовать, и многие другие вещи. Значит, что еще? Теперь, значит, сами тайлсеты. Я просто это такая интересная штука, вот здесь это все находится. И вот это вот, что оно значит? Крестик-нолик, крестик-нолик, значит, нельзя проходить сквозь эту клетку. Нолик – означает, что можно проходить с ней. Кстати, тут не все так просто. Тут может быть, в общем-то, например, если это вода, то на ней можно по водке плавать. Я не знаю, от чего это зависит, и вообще, как вам свой, если вы будете делать, как вам реализовать, например, передвижение на водке по нему. То есть это что-то сложное уже. Значит, здесь же, например, если в мире у нас нету звездочки такой вот, то в других тайлсетах, там, в подземельях, внутри, снаружи и так далее, у нас есть крестик-нолик, и вам нужно что-то другое. Да. Вам нужно B или C. Кстати, это, наверное, в мире тоже есть такое. Да, это везде, что в мире, что снаружи, но именно важно B и C в кладочке, не забывайте о них. Здесь вы можете ставить звездочку. Что значит звездочка? Это значит, что проходимо, но, в общем-то, этот объект будет перед вами. То есть, например, вы можете зайти за гору, вот на вот этом уровне, то есть за вершину горы. Но за нижнюю часть вы не можете зайти, и она непроходимая для персонажа. Для чего это может быть полезно? Для создания секретных проходов при помощи особых вот этих вот тайлов. Для того, чтобы там, ну, собственно, всякую игру с проходимостью, в общем-то. Для создания иллюзий, опять же, трехмерности мира, что, типа, ты можешь зайти за дерево, хотя оно двухмерное, и так далее. Теперь вот эта стороновая проходимость. Здесь мы просто посмотрим на одну штуку, и вы все поймете. Значит, мир, так, снаружи, вот здесь вот, давайте-ка. Вот лестница. Как вы видите, вверх и вниз. У каждой лестницы есть путь только вверх и вниз. Это то, в какие стороны вы можете двигаться в этом тайле, когда вы находитесь на нем стоите. То есть, как вы видите, у светильника мы не можем двигаться здесь, то есть непроходимое основание у него, при этом сверху мы можем двигаться какого-то. А, например, по лестнице мы можем двигаться только вверх и вниз. Мы, то есть, можем блокировать в одну сторону движение, а в другую сторону, наоборот, разрешать движение. Мы можем, например, сделать тайлы специальные, которые будут действовать как диоды, или же как конвейеры, по которым можно двигаться только в одну сторону. На основе этого построить, например, колволомки. Значит, лестницы, ну, это не влияет именно на проходимость, это просто меняет анимацию у вашего персонажа, я так понял. То есть, по лестнице, когда персонаж двигается, то он не поворачивается. То есть, когда мы вниз спускаемся по лестнице, персонаж смотрит все равно вперед. Вот это единственное, что я обнаружил, на что влияет эта штука. Ну и кроме как за лестницей, ни за что он не отвечает. Кусты, значит. Насчет кустов, я вообще не уверен, на что они влияют. Вот, возможно, на что-то влияет, если вы знаете, напишите под видео. Но, в общем-то, тут только парочку этих кустов существует вообще. И они... Вот, например, видите. То есть, возможно, они там полупрозрачные, или что-то другое у них есть. То есть, что какой-то особый звук по ним играется, когда мы, в общем-то, ходим. Или, возможно, они, короче, анимацию меняют, когда по ним ходят. Кто его знает. Стойка. Стойка, где она находится вообще внутри где-то. Вот, как вы видите, вот эти вот ромбики. Это позволяет вам взаимотесы с персонажем, который находится за стойкой и через стойку. Это довольно странно, потому что можно просто создать событие, которое будет стойкой. То есть, придать ему изображение стойки. И просто, чтобы это событие было персонажем. А настоящий персонаж, он ни с кем, на самом деле, не взаимодействовал, ничего не делал. Но, то есть, это излишнее усложнение. Не все просто догадаются, что можно так делать. Повреждающий пол. То есть, я не знаю, как настроить его повреждения и так далее. Но повреждающий пол, это у нас есть такие штуки. Сейчас. Так, снаружи давайте. Вот, снаружи точно есть где-то повреждающий пол. Кого он там повреждает и зачем, я не знаю. Но это факт. значит здесь вот, например, повреждающие, вот повреждающие. Видите, вот такие вот шпильки? Шпили-вилли. Также в мире, то же самое. Ну, в основном, кстати, по Lave ходить просто нельзя, хотя можно сделать его повреждающие. Вот, бах. То есть там сделать его проходимой, чтобы оно повреждало персонажа. Это такая идея, как использовать эту штуку. Ну, ясно, что это такое. Это то есть повреждающий пол. То есть как это отправляется, какой урон он наносит, я пока что не распирался. Напишите, если вы это знаете. И код местности — это для тридеров. То есть для скриптов Если стоит на полу с Ноликом и происходит случайное событие, случайно встреча с противником, то с другими противниками. В зависимости от типа местности у вас будут противники и много других с этим можно прикол сделать. Здесь всего лишь 8 значений, то есть 8 разных типа могут определяться. Ну и такие вот дела. Следующий совет это касательно событий. Новое событие, вы, например, сделали какое-то событие, показать сообщение в БПП, в ММЭ. И теперь если вы будете дважды щелкать правой рукой мыши, то в таком случае вы будете опять новое событие делать. А как вам отредактировать готовое? Есть вариант, конечно, вот так вот, отредактировать, выбрать. тут уже написано кстати то есть пробивом ну это такой совет который вы и сами можете догадаться в общем что я могу сказать с прошлый совет заключался в том чтобы вы читали читали описание и пользовались горячими клавишами и читали собственно то что вы пишет вам редактор что если там написано space напротив какой-то функции что это значит что при помощи и пробела то есть можно пользоваться этой функции по призывам встречи еще один совет ну предпоследний так скажем тестируйте свои карты перед тем как их выкладывать то есть действительно тестируйте на тестировочных картах а также не забудьте пройти игру от начала до конца и выявить какие-то баги перед тем как собственно выпускать то есть не ленитесь потому что если и кто-то придет скачать твою игру там на каком-то сайте на котором вы ее выложили и не сможет ее пройти если там будет куча багов и так далее то он они может какие-то гадости написать в общем она испортит ему впечатление больше никогда не сядет мне играть сколько бы ты не умолял а доверие как бы это довольно важно клиньте разработчика какого-то для разработчика одиночки поэтому или друзья пусть есть от ваши карты или там родственники или сами занимайтесь этим если есть время и последний совет на сегодня это не слушайте всяких советчиков и пути оригинальной пути максимально оригинальной не слушайте шапонных советчиков которые сами не делали скорее всего никаких игр и рассказывать вам то что им интуитивно якобы кажется что это полезный совет значит вот основные ошибки картостроителей гигантомания в первую очередь наткнулся на эту статью и что здесь не так насчет гигантомании дело том что действительно гигантомании это не такая хорошая штука но а кто вас обязывает как бы сразу открывать доступ ко всему миру во первых вы как бы можете сделать карту но пока что оградить игрока где-то в одной части и какая разница какая размером карта если игрок и и не видит то есть главное чтобы игрок не потерялся главное чтобы было комфортно играть а что у вас там может быть там у вас 50 миров разных на самом деле это никого не интересует то есть это просто вам совет для того чтобы вы не сильно утомились то есть для того чтобы вы не пытались сразу все делать поэтому он частично работает плохая большая карта это неплохо вопрос он как это повлиять на игрока будет ли он теряться будет ли она пустой и вы заставите бегать игрока во всей этой гигантской карте пустой и исключать или нет значит опять же если например у вас игра в которой выбирать покажешь в карте и у вас это все игра и вы там например ищите какие-то сокровища на этой карте мира именно не входят какие-то локальные зоны . он случае интервала какую игру вы делаете 2 мама детализация ну насчет терзоте и собственно детализации это то то есть нужно пошли ревзации но вопрос в том чем именно детализировать как не детализировать все вещи должны быть и грамотно образованным в принципе даже есть плохая и бескуе я но детализация лучше чем без какой то то есть что-то было лучше чем если ничего не будет это то же самое как говорят не делать игры на америке но типа лучше делать какую-то игру пусть даже плохую чем не делать вообще игр а играть лодку это материться и таксичить как по мнению это именно такой значит и дальше детализации всё использование то они по назначению вот это вот не согласен категорически дело о том что если вы посмотрите на популярные игры там но на вот эти вот мат фазеры но вот такие вот too the moon и на вот эти вот а море то там везде как бы его и выставил вообще не видно во одни используют и подозначение потому что им просто меняют назначение у тайлов нету помощи назначения мы сами его придумаем придумываем если у вас карта вот рассказывает о том что крышу постелили короче вместо пола и то есть человек не может бегать по полу а если у вас артов которые додали по крышам в таком случае вы меняете проходимость и бегаете по крышам вашей карте в вашей игре если вы решили делать а то про 자신 already home 16 в чем проблема то есть по мне что тот мостик нормально что тот мастик нормальный что то работа что то работает при этом вот это вот она заезжена так все делает а вот это оригинальная поэтому я если честно делать именно так как они говорят неправильно они вот так вот потому что вы должны удивлять не надо делать как все именно из-за этого не на детей по комендарии га потому что все делают шагу кошихаб illuminated научил и так далее а самые известные самый крутые игры они не нарушают это они разрушают McNally стереотипы они пиргу к сюжету макия собственно мыслью идеей нестандартный день к пипастам опять же это не сомненно мозоли ты груна но например если вы хотите показать огромную армию Snιlock пластик много всяких писюшек и чтобы они там бедали это будет типа выглядеть как армия так и паста но она нужна нужно чтобы показать определенную идею если например вы хотите показать огромный город с высокоэтажными домами и что этот город его он построен был по плану например какого-то империи какой-то там типа что типа там ну что то такое короче в таком случае должны быть дома все ровненькими большими и одинаковыми то есть там где это так задумано там где копипаста она нужна там вы ее применяете везде же ее не стоит применять если у вас лес какой-то то в лесу деревья они обязательно под ровными и ровные они даже могут быть наоборот то есть скажем так вызывать неприятные ощущения о том что играть и по низкокачественные разработчики его не постарался и не разместил деревья как-то более реалистично и несимметрично отсутствие логики опять же посмотрим какую-нибудь игру юмоники есть там логика юмоники в нем не кисновиде нету потому что там и задумано в этом был весь прикол игры в этом вся фишка игры в том чтобы раз долбать твою логику и просто чтобы вызвать у тебя ощущения то есть когнитивного тисананса страха загадки и подобного то есть понимаете так он случае если это ваша идея если у вас такая игра которые в данный момент вы хотите именно будут игрока что будет думать так что должно быть ловика а на самом деле ю нет это как задумано и например там секретка то есть например что стена она непроходим ale а вот внезапно в стену можно войти там секретный проход вот это же ни оголече на ужин обычноdings они другие Destroy To Remini многие это делает свои фото то есть это говорят универсальные они вообще непонятно для кого предназначен хорошее деревья вы как раз будете преодолевать и проète никуда ему чем следовать проблемы с перспективой насчет пробег спеть его и ну мы не видим что здесь внизу в tema вот здесь вот должно быть вот здесь вот заканчиваться отрыв может быть тут просто яма и в таком случае она может идти туда но преподаю с перспективой нужно мутить но вы можете вообще том без перспективы делать то есть вы можете ведь видеть наверху на сделать то есть если выход эти штуки убрать добре к годы сверху какую-то стратегию что-то подобное смена направление я при переходах да типа что ходишь туда ну опять же что тоже потому что например если ты хочешь лифт то выход из лифта может быть разных сторон то есть вопрос в коруско какой ситуации то есть вопрос то ты попадаешь следующее помещение или ты например вошел здания а вышел другой стороны уже здания например и питом просто не показали как прошел сквозь несколько комнат и так и задумано по сюжету ну то есть это может сообщаться что вот мы там по были школе например вышли школы там на физкультуру и с другой стороны здания и есть это на это другой совершенно выход чем тот который мы входили парадный вход в школу и он этот вход по другому расположен тогда незаметные переходы между локациями ну это понятно но чуваки а как вообще ты их реализуешь то есть насколько знаю нужно скажем так это ж 2 2 игра то есть почему мы не видим его не существует то есть если приход находится здесь тот и не фото же знаю где он находится ему не уйдешь потому что хотят не все-таки войдешь да ну если здесь вот сюда например у тебя ты точно не войдешь потому что здесь стоят непроходимый тайлы если приход находит в одной из этих лет и кто-то в случае он непроходимый его просто не идет ну и вот как увидите я развенчал все эти советы все договно совет и которые совершенно не универсальные и большая часть из них вообще бесполезны а только там типа детализацию больше делай там что еще за перспективой следить ну очень ситуативный мои советы они были универсальные ставьте лайки всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал возможно будут еще видео рпгмейкеру пишите ответы на вопросы которые я задавал в течение и всем пока